Доброта, отзывчивость и любовь к творчеству. Без этих качеств невозможно представить воспитателя детского сада. Светлана Филькина работает воспитателем 17 лет. Сразу после окончания педагогического института она устроилась на работу в детский сад номер 41. Сейчас работает со старшей группой детей, которым по 5 лет. Принимаем детей, с ними играем, занимаемся, гуляем, учим детей одеваться. И всем навыкам самообслуживания. Ребенок плачет, то есть надо и пожалеть ребенка, и приласкать, и все. Весь день дети с нами. И укладываем спать тогда. Детский сад номер 41 работает по STEM-технологиям. Они помогают стимулировать развитие навыков критического мышления у детей, а также проблемного решения творчества и сотрудничества. Одно из направлений – конструирование и робототехника. Уже три года Светлана вместе со своими воспитанниками участвует в международном чемпионате по робототехнике и конструированию «Лига открытий» для детей в возрасте 4-6 лет. В прошлом году ее команда прошла региональный отборочный этап в Нижнем Новгороде. В итоге Светлана вместе с детьми поехала в Екатеринбург, где ребята получили приз в номинации «Раскрытие темы года» – «Энергозаряд». Сегодня Светлана продолжает работу с новой группой детей. Она уже собрала команду для участия в следующем чемпионате. Тема этого года – «Богатый урожай». Наверное, как и любой человек, я искала в жизни ту профессию, которая доставляет мне удовольствие, которая имеет смысл и цель. И поняла, что воспитание детей – это как раз то, что в том числе я имею смысл. Просыпаюсь утром, идя на работу, я понимаю, что я хочу идти на работу. Я знаю, что меня здесь ждут детки мои, ребятишки. Мне нравится с ними заниматься, нравится с ними играть, помогать им, преодолевать трудности. Под руководством Светланы ребята играют в развивающие игры. Они уже знают многое о сельском хозяйстве. Например, как выглядит комбайн и откуда берется хлеб. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.